Когда мальчик вернулся, солнце уже зашло, а старик спал, сидя на стуле. Мальчик снял с кровати старое солдатское одеяло и прикрыл им спинку стула и плечи старика. Это были удивительные плечи, могучие, несмотря на старость, да и шея была сильная. Газета лежала у него на коленях, прижатая локтем, чтобы ее не сдуло. Ноги были босы. Сон старика Сон старика – третья композиция по повести Эрнеста Химгуэя «Старик и море». В этой работе уже не будет ни агрессии, ни азарта, ни того бунтарского порыва и виха эмоций, которые я пытался передать в поединке старика с Марлином и в битве с акулами. Ведь это сон, и он не должен быть остроугольным. Мягкие линии, окутывающие ажурные поверхности – все должно говорить о том, что это сон. Уснувшего старика вместе со стулом поднимаем над волнами, и он парит невесомый, будто в открытом космосе. Воду наделяем магической способностью принимать любые очертания. Нижняя часть – это волны в виде упавшей птицы, которая символизирует раненую после схватки с акулами душу старика. С другой стороны, волны – это колыбель для сна. Высокий, аркообразный всплеск, окутывающий старика, напоминает выход из воды огромного марлина, который увлекает за собой потоки воды и сливается с ними. Эти потоки плавно переходят в отмель с прибоем, предоставляя сценическую площадку для львов. Всплеск – это мост, связующий покой спящего старика с динамикой сновидений и уравновешивающий всю композицию. Кроме того, всплеск – это символ мечты, рвущийся ввысь и так же, как сон, свободный от законного материального мира. Вся эта смысловая последовательность, так легко сплетенное слов, технологически выстраивается в сложную инженерно-художественную штуковину, которая одновременно должна быть надежной несущей опоры. По логике и стилю триптиха, а также из соображений прочности, это сооружение должно быть сделано из бронзы. Какие у него будут размеры? Поскольку из бивня уже не нужно вырезать большую рыбу, ограничения на величину фигуры старика не так суровы, и Сантьяго вырастает с тяжелых для зрения 13 см до классических для интерьерной скульптуры 20 см. Таким образом, от первой работы до третьей происходит последовательное укрупнение плана, главный герой приближается к зрителю. Соответственно, бронзовая конструкция, в теле которой расположится хоть и условный, но пропорциональный старику Марлин, получается крупной и хлопотной. Львы несколько уменьшены в пропорциях по отношению к старику для создания иллюзии перспективы, хотя львы находятся близко к голове старика, являясь плодом воображения. Вместе с тем, они где-то далеко. Условно назовем эту конструкцию подставкой, хотя, вероятно, это название обидно для такого полифункционального, многотельного узла, даже с некоторыми астральными признаками. Я не знал, с какой стороны подойти к работе, а учитывая, что в перспективе меня ждали львы, которых я никогда не делал в полный рост, даже хотел оставить эту затею. Но, прочитав еще раз повесть, решил, что сдаваться стыдно. Изготовление подставки заняло больше времени, чем работа с фигурами. Лепка, сначала из пластилина, потом из костелена, пластилинового воска, не увенчалась моделью для литья. Я снова вернулся к дереву. Музыка. 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 Ай! Несколько очень трудоемких попыток вырезать модель всей конструкции из дерева не удалить. Пригодными оказались лишь третий вариант нижней части и второй вариант стула. По совету друзей я начал осваивать работу с воском. Новый материал таил множество неожиданностей. Субтитры создавал DimaTorzok Я вымучил в воске верхнюю часть подставки и рискнул из соображений бюджета, не дублируя, отдать ее под литье в бронзы. Риск заключался в том, что если бы отливка не получилась, то вытекшая при литье восковая модель не восстала бы из пепла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ему снилась Африка его юности. Длинные золотистые берега и белые отмели. Такие белые, что глазам больно высокие утесы и громадные бурые горы. Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и левята, выходящие на берег. Словно котята они резвились в сумеречной мгле, и он любил их так же, как любил мальчик. Но мальчик ему никогда не снился. Ему приснилась длинная желтая отмель, и он увидел, как в сумерках на нее вышел первый лев, а за ним идут и другие. Он оперся подбородком о борт корабля, стоящего на якоре. Его обвивает вечерним ветром суши. Он ждет, не покажутся ли новые львы, и совершенно счастливы. Старику снились львы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот он спит в своей убогой хижине На единственном стуле в старой рубахе И у него нет денег даже на чашку кофе Но в нем нет ни гнева, ни раздражения, ни обиды Последняя фраза повести Старику снились любые Семья величественных животных Олицетворяет отвагу, свободу, гармонию и любовь Старик не побежден Представьте, где-то у моря стоит хижина Такая же, как у старика На берегу лодка Смельчаки могут попробовать испытать судьбу И повторить поход Сантьяго за большой рыбой С теми же снастями на такой же лодке и в одиночку И стоит эта хижина у подножья Большого многоярусного парка Своими очертаниями напоминающего льва Парка, построенного в честь Эрнеста Хемингуэя Возвышаясь над пальмами Стоят многометровые скульптуры Из бронзы и бетона Чем-то похожие на мои А может быть не в самом парке, а прямо в море Как стражи памяти о великом писателе Скульптуры вращаются так, чтобы их было видно со всех сторон Люди приходят сюда, смотрят на старика И становятся сильнее Взюно Взюно Томлетверий Взюно 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 Субтитры создавал DimaTorzok